Девушки отдыхают Значит, многие тебя держат Да, благодарю за молитвы Я уж сам лежу практически месяц, наверное, недели 3,5 температура держалась, 39 с лишним А я уж лежу и ролики делаю, у меня комната перед глазами и летает, крутится вся температура высокая А я и ролики пишу, переписываю с людьми Господь дает вот так вот силы И месяц этот, в общем, посвятил, просматривал все Ну как, ну я вообще, тема такая, хочу поделиться о себе так Вот что, в общем, вот какой выдался плодотворный на сектантов В общем, много было общения с сектантами, ну, всевозможными Вот, и что это для себя вынес? Ну, люди сами по себе добрые, да, вроде благочестивые А вот православие ненавидят Причем лютой ненавистью Я уж для себя думаю Только бесы так могут ненавидеть православие Кто еще? Вот, ну и как бы И себя сделал вот такой вот Ну не то, что за рок, а может быть Ну не знаю, как это я себе Дал такое вот Слово, вот, что Не общаться больше, не входить в общение с ними Ни в каком виде Вот, и в то же время просматривал вот все беседы ваши Вот, комментарии недавно оставлял там Я еще, знаете, что хочу, Игнат Ильич Сделать, ну если Господь даст силу такой Отдельно сделать этот В общем, на Ютубе канал И туда собрать все ваши беседы с сектантами То есть там очень много Там, я не знаю, там штук, наверное, может, ну под сто будет Вот, таких бесед Они, причем, очень полезные такие, плодотворные И насколько виден дух их Вот это вот, противостояние православию Вот цель моя была Общение с ними Какая-то цель Причем Причем я не старался там отстаивать свою там точку зрения Да Я хотел найти вот Общее Как бы соприкосновение В любви Общение В любви Христовой Да Вот И как бы найти общий язык Ну, это совершенно невозможно Они просто не готовы общаться на эту тему, да Учитывая то, что я православный Они обязательно перескакивают на иконы, там, мощи, там Ну, вот эти все слабые места в православии, да Я говорю, ну давайте, давайте не будем общаться на эти темы Давайте их отставим в сторону Давайте во Христе будем, ну, располагаться как-то Понимаете, это невозможно совершенно Никак Вот Вот это как бы является таким камнем преткновения Я вот думаю Я вот смотрю на ваши беседы там со многими, да И вот думаю, думаю, спрошу, че Как правильно общаться с ними Тем более таких вот благоразумных все меньше и меньше Они вот все больше их Я вот как-то говорил в одном ролике в Южной Корее И сейчас слышали Уже около 150 миллионов вот этих неохаризматов То есть мир наполняется вот этой вот нео-религией Вот этой нью-эйдж, новая эра То есть идет как в мире таком Мирские люди перестраиваются на новое поколение, да Так и религиозно люди переходят в новую веру В новую эпоху веры Вот И я уж думаю, стоит А мне, кстати, вот На днях я, ну, Господь сделаю ролик тоже с бабулькой Там общалась с одной пятидесятницей Она, сколько ей, 82, по-моему Вот И она пятидесятница А она, говорит, у нас не было никогда У нас и не было, что у нас там ни языками у нас говорили Ни валялись у нас, говорит, такого не было никогда Вот Значит, и у пятидесятников тоже не всегда это был вот этот дух Да Никита Сейчас тут закрылось, а я пока, говорите, я рядом Тут убрать, выскочила Ну, я что говорю-то, старые-то, вот Такие баптисты-пятидесятники-то Они говорят, что вера-то совершенно у них иная была То есть, ну, подобное наше Ну, как-то, что выскочила, закрыла, Никита? Ну, это же срок лицензии, столько же Ну, что она? Откуда? Что это такое? Да кто-то закрыл? Там, да, вот это звук Все, а звук А откуда этот звук такой? Да это у меня стены сверлят там А люди же вечно жить собираются Ремонты делают А я думаю, это у меня где-то гудит-то Я даже не знал Так Нет Вопрос-то в чем заключается? Стоит ли с ними беседовать? Стоит ли вообще с ними продолжать беседу? Потому что много очень на меня выходит из различных сег Недавно вышел один такой, говорит, мы за тебя уже год молимся Вот, и я только сегодня решил тебе Мы вот почистили дух свой, душу почистили И сегодня решили взять тебя к себе как бы Ну, на совместную молитву То есть они молятся за меня Вот Ну, вот такие вот вещи происходят И приходится и отвечать как-то им И вот А мне это очень неприятно стало что-то в последнее время И я думаю, что, как быть-то? Ну, апостол Павел говорит Еретика после первого, второго вразумления Отвращайся После первого и второго Больше двух раз уже не рекомендует Ибо таковы и развратился, говорит Ибо сам осужден Он сам себе вынес приговор И даже этого не знает Нам прямо указано Ну, а как? А первое и второе Это первое и второе вразумление Оно же тоже подразумевает Беседы какие-то Ну, да А это ж вот неприятно уже Надоело это все Давай еще раз прочитаем Титу 3.10 Еретика Запятая После первого и второго вразумления Отвращайся Знаешь, что таковой развратился И грешит Будучи самоосужден И еще нельзя сделать У него приговор вынесен уже И он подпись поставил Но если видишь, что у тебя открыто Какой он? Совершенно не принимает То и не встречайся Зачем он уже тебе нервы трепать за него? Есть такие упорные Да А вот с этой Мне, в общем, пришлось пообщаться С пятидесятницей С этой Ну, женщина 82 года Она Я не сказал бы, что она пятидесятница Да, она рассуждает практически Как православная То есть я вижу, что у них Вера-то была совершенно Очень приближена к православию Вот Ну, единственное то, что они Ну, не поклоняются иконам Вот И причастия Ну, как бы я и попытался Убедить, что У них не Причастия Ну Не с апостольских времен А Это самозванцы у них Вот А она как бы утверждает Что нет у нас Вот такие тоже Сколько положено и все А так все у них Ну, очень так вот Очень благодушно все И по Писанию И знает Писание И хорошо И все С такими-то Людьми Ну, по Писанию Живем в ад У православных И у меня тоже Было до недавнего времени Веры особо так не было Вот Вещественность Крови и плоти А у сектантов-то и подавно Ее нету Вот А как ее Привить можно Вот Да и в православии у нас Ну, часто такое Православные приходят Как за очередной Пилюлей За лекарством За причастием Вот Ну Чуть как быть-то Скажите Недостойно Кто причащается Написано Принимает тело Христов Виной он против тела И просто спросите Скажите Вот у вас бывает Вещь о любви называется Вот Вы там преломляете хлеб Хлеб какой у вас? И вы его ломаете И другим даете Вы В руках держите хлеб Они скажут хлеб А другим Когда даете Что даете? Хлеб Ну а почему Виной он против тела Кто недостойно Причащается Вы конкретно ему Просто на это Ну это мы думаем Да думаем И мы ходим Но ничему не виновны Виновны когда принимаем И вы не выводите стиха Они тебя уводят На другой стих Это в догонячки Играют ребятишки Друг друга Нам так не годится Скажите Определенно Ответьте Почему человек виновен Против тела Если там нет тела А у них этого Как раз и нет Мучения А раз нет тела Нет жизни Нет жизни Шестая глава Евангелия Теана У вас жизни И сказал Я каюсь А где плоды И на бытие Павел говорит Смиряю Порабощаю Тело мое Скажите Как вы смиряете Порабощаю Они еще ответить не могут Вот тут Не выпуская из этого Прямо если уже придет Какой-то стих избрали До конца Додавливай Он должен Или отречься От своего Или Принять то Что должно быть Тело Христово Это единственное На земле Место Где человек Реально Встречается Со Христом Не воображение Не по вере А реально Прямо Губами прикасается Руками берет Тело Христово Примите И идите И шестая глава Шестьдесят шестой стих Интересно Три шестерки Один раз В Новом Завете Встречается Евангелия Теана И там написано И начался раздор Вот у вас тут раздор На шестьсот шестьдесят шесть Это тоже не случайно Во всем Новом Завете Шестая глава Шестьдесят шестой стих Только Евангелия Теана Больше нигде нету И оно говорит Как раз О споре О причастии Сатана не допускает Я в этом вижу Мистический смысл И когда им говоришь До конца Додавливает Он останавливается Ну узнай там У своих Как Ты может быть Еще недавно Уверовал Как От вас я говорю Отделились Сейчас сегодня Пять человек Молодежь уходит И они начинают Хлеб ломать У них будет такое же Как у вас Нет А почему нет А его никто Никто не руку полагал Да кого что-то первое Никто не руку полагал Ни один епископ Не ушел туда Вот в этом Объеме Их надо держать И тогда видно будет Он начинает кричать Или хлопать дверью Ну и все Скажи На этом разговор окончен Он Самый осужден Ты не заботься уже О его спасении Там нет спасения Он не прописан На небе Его там нету Тот Который прописан Он даже Гонителем будет Павел говорит Я избран От утробы матери Так а ты же Гонитель был До времени Семь еще не вышло Из фараоновой гробницы Вот сегодня Причастие Некоторые Понимают Духовно В основном Ну да Они принимают И хлеб И кровь Но основное Причастие Для них Духовное Да Слово Божие Вот И на этом Утверждаются Но вы же Ломаете Слово Божие Скажи А хлеб Некоторые Малакани Они понимают Крещение Это духовное Словом Божьим Мы омываемся Так можно что угодно Ты духовно Садись за стол Ну ничего не ешь Только воображай Что хлеб Колбаса Почему ты дальше Ты не продолжаешь С женой не спи Духовно только думай Дети заведутся Нет не заведутся Как тебе Семь это Божие будет Христос взял Написано Преломил И подал И говорит Сея с тела мое И Павел перечисляет И говорит Послание первым коринфянам В ту самую ночь Когда он был взят Преломил Хлеб Подал и сказал Едите Сея с тела мое Он не сказал Ешьте хлеб мой А у вас То скажи Хлеб остался Вы совсем Не понимаете Жизни то нет Кто не будет Есть плоти Сына человеческого Не хлеба Есть Есть Не будет иметь В себе жизни Какая у вас жизнь то Ваша жизнь Видна Вы совершенно Себя не смиряйте Нигде этого не было Что благодать давалось За то что ты Галстуки ходишь Вы одно скажет Для себя Возьмите Я смиряю Порабощаю Плоть Плоть восстает На душу Как вы ее смиряете Если человек Соблазняется Не буду Павел Есть мясо Пить вина Вы знаете Что сейчас идет Великий пост Вокруг православное Они соблазняются Вы можете бросить Не есть Хотя бы Великий пост Не один Это утродные люди Их сразу Надо на место ставить Я говорю Ты не можешь Уже нарушено Павел говорит Не буду есть Мясо Вовек Чтобы не подать Соблазн Я когда это услышал Я исключил мясо Совершенно из рациона У меня нигде Мяса не бывает А почему вы не можете Я говорю А я это Ради вас Делаю Ради Этих Субботников Ради мусульман Чтобы не подумали Что у меня свинина На столе А потом у меня Ничего и нету Дверь открыта Для всех Они никогда Не откажутся Утробу набить Ну надо Просто до конца Доводить Вот эти стихи Которые я говорю Они должны На них ответить Почему Виновен против тела А не против хлеба И все Тогда будет видно Если он не принимает Слово Божие Закрыто Больше не говори Не мечи перед свиньями После первого Второго Вразумления Отвращайся Просто Отвернись от него Он самоосужден Он себе проголосовал Я за погибель Душу Душу Отдаю Сатане В ад И подписался Самоосужден Ну Самоубийца Вот Еще вот Такой вопрос Тоже Сейчас Не буду Называть Это самое Именно Наверняка Поймете Люди О любви Говорят Да Вот А Все мы братья Бог Нам Все прощает Вот Если Он же Наш отец Вот Если мы Не осуждаем То и Бог Нас осуждать Не будет Вот То что Христос Пришел Показать Не Не осуждение А все Прощение И все Любовь Вот Я вот Вопрос Такой Задаю Себя Понимает Понимает Ли человек Что Христос Пришел Ну Миссия Христа Заключалась В двух Промыслах Это Открыть Себя Людям Как Сына Человеческого И Как Сына Божьего То есть Как Сын Человеческий Он Показал Свою Ну Свой Пример Как Жить Людям Ну Каким Образом Допустим Конечно Сын Человеческий Не имеет Где головы Преклонить Не носит Двух Одежд Вот Небогатый Вот Всепрощающий Это Сын Человеческий Но Он Пришел Еще Под Именем Сына Божьего Это Тот Кто Есть Истинный Бог Вот Это Жизнь Вечная То есть Нам нужно Объединить Сына Человеческого И Сына Божьего И тогда Получается Ветхий Новый Завет Объединяются Вот Но Как Возможно Разделить Отделить Новый Завет Да Вот Эти люди Они Как бы Новый Завет Отделяют Резко От Ветхого И причем Выкидывают Оттуда Апостолов То есть Апостолы Тоже Люди Выдергивают Оттуда Одного Христа И все И показывают Его В своих Проповедях Вот он Христос Любите Всех Любите Всем Прощайте Как Вы Прощаете Так И Бог Вам Простит Вот А Я В свое Время Да Признаюсь Тоже Я как Бы И писал Вам Тоже Что Вы Там Ветхи Ветхозаветного Господа Там Узнали А Христа Не познали Вот А для меня Тоже Недавно Открылся Господь Вот В полноте Своей Именно Господь Ветхого И Нового Завета Именно Этого Господа Я люблю Вот Не то Не просто Христа А Господа Отца Который Всеобъемлет Всеобъемлющий Всеобъемлет И Которого Входит И Христос Вот Такого Господа Я знаю И люблю Не просто Господа Христа Вот И Причем Человек Человек Несет Вот Эту Проповедь Не Осуждение И Я смотрю Вот Его Вот Эти Проповеди Он Приткнулся Все Ему Говорить Уже Больше Не о чем То есть Он Он Говорит О том Что Любите Всех Любите Всех Вот Муж У тебя Сидит За Компьютером Никак Компьютер Не может Бросить Оставить Компьютер На Игр А ты Люби Его Ты ему Принеси Чашечку Кофе Сядь На Коленочки Погладь Его По Головушке Ты же Любимый Мой Покажи Вот И Понимаете У меня Сердце Содорогается Слушая Вот Такие Проповеди Когда Человек Учит Людей Я Вспоминаю Вот Вас Как Вы Говорите Падаю На Колени Она Что-то Жена Выстает Я На Колени Падаю В молитву Она Рядом Со Мной Понимаете И Вот Совершенно Человек Не Понимает Что Такое Любовь Потерялся А Потерялся В чем Что Он Совершенно Отверг Вот Это Обличение Да Обличение А Что Такое Обличение Ну Человек Научается Ну Не Обличение Даже А Как Он Осуждением Это Называет Вот А Человек С этим Сталкивается В простых Вещах Когда Он Рожает Своих Детей Да И Когда К нему Ребенок Подходит И Спрашивает Помните Как У Майковского Да Кроха Сын К отцу Пришел И Спросила Кроха Что Такое Хорошо И Что Такое Плохо И Ребенку Надо Объяснить Что Такое Хорошо И Что Такое Плохо Но Когда Ты Начинаешь Говорить О Человеке Что Такое Плохо Ты Получается Осуждаешь Его Это Плохой Человек Но В этом Мы И Разделяем Добро И Зло То Как Господь Нас Учил Тому Что Есть Люди Добрые Есть Злые Люди Вся 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 Плод Вся Древо Узнается По Плодам Вот Опять же Вселюбовь Вот Эта Вселюбовь Да Ну Вот Она Она Причем Сегодня В Неопротестантизме Вот Она Как Б И Она Вот Эта Вселюбовь Она Знаете Побеждает Она Вроде Кажется Сначала Да Она Такая Очень Привлекательная Когда Они Вот Эти Я Смотрю Я Поражаюсь Десятки Тысяч Людей Они Скачут Они Веселятся Да У них Радость У них Внутри Радость Эта Всей Любовь Они Готовы Друг друга Целовать Любить Да Там Лобзать Там И все Такое Но Это же Кончается Начинается Здравый Разум И Надо Когда-то Друг Друга Уговорить Брат Ты Не на Тот Путь Стал Сойди С этого Пути Вот Понимаете И человек Совершенно Не приемлет Этого Он Уперся В стену Просто Лбом Он Не знает Уже Что Говорить Кроме Того Что Любите Всех И не Осуждайте Ну Вы Понимаете Я по Мне Говорю Да Конечно Он У меня Такой Был И Через 34 Года Мы Встретились Вот У меня Подряд Три Разговорца Записывался Как раз Было Амбросий Юрасов Здесь И Записали Его Он Через 34 Года Отступник Ушел Любить 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 И ушел И через Неделю Уже Утонул И Устретили Уже Переломанная Нога Пьяной А теперь Он Зашел На Меня А у Нас Это Все В Книге Записано И Теперь Из Этой Книги Я Теперь Три Ролика Сделал Насчитали Вот Если По Роликам У него Пойдете Ну Вниз Может Роликов Тридцать И Там Написано Раз Два Три Три Номера Именно Такой Человек Через Тридцать Четыре Года Зашел А я Теперь Поднял Тут Материал Как Мы Прощались Я Я Смотрел Я Видил Вот Тоже Из-за Люби Любовь Любовь А Любовь Какая Сразу К Женщинам Потянулся К Вину Полное Отречение Вот И Вся Любовь Любвисты Их Называют Но Мы Скажем Бог Любовь Любовь А кто Первый Мир Потопил Златоуст Какое Ему Имя Там Младенцы Были Дети Любовь Или Не Любовь Ну Теперь Бог Сжег Содом И Гомор И Пять Окрестных Городов Это Семь Городов И Там Были Младенцы И Бог Сжег Это Имя А как Богу Тому Было Они Понимаете И Эта Дурь С них Начинает Сползать Тогда А Бог Никого Не Наказывает Я Говорю А где Вы Это Просчитали Вы Покажите Место Где Вот Открой Еремия 15 6 Бог Говорит Я Устал Миловать Я Нахожу Вас Еремия 15 6 И Они Не Признают А Теперь Я Говорю А как Написано Потерпели Кораблекрушение В вере Вы знаете Что такое Кораблекрушение Засыпиться Не за что На Титанике Сколько было Утонуло Кораблекрушение В вере Не без веры Вот это Ложное Надеяние На любовь Святые Осуждают Как смертный Грех Покаяния Нет Он грешит И нет Он Скажите А что Такой Ересь Кто Такой Ересь Написано Дела Плоти Известны Блуд И Чистота Запятая Ереси Послание Галатам Почему Вы никогда Не говорите Церковь Имела Мнение Своё Что такое Ересь И что Такой Не ересь Если Вы Троицу Признаёте А в учении Слово Троица В Библии Даже Не Поминается Это Учение Церкви Если У вас Есть Библия Скажите А как Вы узнали Что Эти Книги Божественные Это Церковь Установила На Соборах Это Церковь Не Еретики Еретики Разную Такие Вот имеют А церковь Вот Четыре Их Двадцать Евангелий Разных Было Василисскую Евреям Там Кого только Не было Фомы Церковь Оставила Четыре Откуда Вы это Знаете Ну так Да Вы берёте Синодальный Перевод Это Церковь Где Дух Святой Вы За чужим Столом Сидите То Что Для вас Потрудились И Вы же Хули Хулитесь Кто Вы Такие Тогда Вы Должны Начинать Молитву Любую С Благодарности Что Бог Сохранил Православную Церковь Что Такие Были Учителя Вот Что Им Нужно Сказать И Когда Начинаешь Показывать На Священное Писание Где Оно У них Начинает Дрожать И Из Рук Вы Вы Определенно Спрашиваю Скажите Вы Верите Что Господь Придёт Ну Как Афанасий Великий Противарий Это Сказал Да Придёт А кто Он Такой Христос Ну Кто Считаете Что Сын Божий Да Сыновей Божьих Было Много Много Было И Сыны Божьи Полюбили Дочерей Человеческих Я Сейчас Себе Буду Перечислять Где Я Сегодня На этот Вопрос Отвещал Уже 15 мест Примерно В Библии Где Говорится Сыны Божьи А Израиль Страна Сынов Божьих Вот Как Называется И Однако Ученики Они Не понимали Этого Им Израиль Израиль Царство Си Не Сегодня Ты Восстанавливаешь О Небесном Царстве Они Ничего Не Поняли Он Воскрес И Упрекал Их В неверии И Давай Им Открывать Согласно Закона Пророков Согласно Псалмов Вот Вы В таком Состоянии Вы Не Понимаете Что Господь Вел Постепенно И Когда Считаем 5.39 Евангелие От Яна Он Говорит Исследуйте Писания Какие Какие Когда Не Было Еще Еще Распятия Исследуйте Какой Ветхий Завет Другого-то и не было Вы говорите Не надо Как И Павел Пишет 1 Тимофеев 4.16 Вникай в себя И в учение Занимайся Сим постоянно Во что Вникать Христос Когда К нему Подходили Матфея 22.29 И говорит Заблуждаетесь Запитая Не зная Писания Писания Нового Завета Ни одной строчки Не было После Вознесения Христа Через 5 лет Только один Матфей напишет Через 7 лет Напишет Марк Через 15 Лука Через 35 Иоанн Значит Речь идет О Ветхом Завете А это были Образы для нас Они Писания Совсем не знают Павел Гнатихич Гнатихич А вот Мы У нас Беседа Тоже С Сергеем Каревым Я там Говорил Вот он Довод Такой Приводит Кажется Простой По-детски А вот Представьте Допустим Сектантам Сказать А вот Представьте А если бы не было Православного учения Вот эти Все тысячелетия Да То что бы Сегодня было На земле Если не было Строгих канонов Если бы не было Учений Человеческих Семи вселенских Соборов Да До чего бы мы Сегодня дашли Это сколько бы Сект сегодня Было На земле Наверное Как муравейников Наверное В каждой квартире Была бы Своя секта И каждый Уже по-своему Верил В Господа Вот Почему вот этого Не понимают Вот опять же Человек Человек говорит Вот Бог Всем Отец Причем Называет Не отец А папочка Папа Папочка У меня Шуши Закладывает Причем Строго Держится За Писание Спрашивает А где написано Где написано И тут же Называет Бога папочкой Вот И говорит Папочка А мы все Его Сыновья И дочери Все дети Его Да Вот Но Господь же Четко говорит Что он Ищет себе Поклонников Он же ищет Вот Вот У меня знаете Какой вопрос Уже Давно Он так Завис у меня Я как бы И людям задавал Его Да Вот И вам сейчас Тоже задам Вот Однажды Господь сказал Адаму и Еве Плодитесь И размножайтесь Вот То есть Я понимаю Это был запущен Некий Закон Божий Что теперь Человек Может Воспроизводить Себе подобных Но Если Господь Участвует В каждом В каждом Творении Человека То тогда Почему Рождаются У алкоголиков Олигофрены Почему Сегодня 60 миллионов В России Абортов В год Если Господь Участвует Если Он Любит Всех Если Мы все Сыновья И дочери Его Как Господь Допускает Такое То есть Участвует ли Господь Вот В этом Воспроизведении Нашем В зачатии Но не в убийстве В зачатии Потому что О зачатии Вопросы поднимались На вселенских соборах Теперь же известно Когда В момент совокупления Или душа Образуется Входит в шестидневном возрасте В зачатый зародыш Ну зарождается Как животное Плоть от плоти И так и не решили Я считаю Что решать не надо Зародыш И какой бы он ни был Хотя бы один день 138 Псалом Давид говорит Зародыш мой Видели Уощи твои В твоей книге Записаны дни Для меня назначены Когда ни одного Из них не было И мы должны Это принять А как Вопросов не задавать Сказано Мы приняли Да или нет А если это так Ну и Остальное Это человек делает Нет Ну если Если рождается Урод Вот Бог Мы знаем Не творит Никакого зла Рождается Вот Человек Ну Полигофрен какой-нибудь Да Вот Или урод Он Совершенно Не по образу Человеческому Сформирован Вот Разве можно сказать Что Бог Творит Какое-то Такие вещи Мы говорим О том Что Бог Делает А что люди Делают Это другая сторона И вот Это человеческое Скажет Что он пьяный Ребенок Никотином Вплавает Там В утробе Матери В околоплодной Жидкости И там И алкоголь И все Он его делает Уродом Спидовский Сифилис Шли Ребенок Рождается Уже Сифилис На губах У него Это человек Делает Человек Ну допустим Я взял Чистую бумагу Я на нее Сейчас пролил Кислоту И кислотой Проел Одно Дело Сделали Другое Дело Что я Теперь Подделал Так и Здесь Мне Как-то Пришлось Однажды Услышать Такое Один Жалуется Богу Якобы И говорит Господи Ну почему Так Я дружил С ней Она Как ангел Была Хорошая Ну я понял Что это Именно она Моя избранница Женился Проходит Год Другой Ну как Ведьма Стала До того Злобная И будто бы Ответ был Я сотворил Деву А женщины Вы их Сами делаете Вот и все В этом Было Не было Но смысл Заложен Бог не Участвует Участвует В зачатии А дальше Плод растет А чем он Питается Кровью Соками Какую музыку Слышит Матерки Вот все У него Там и идет Это вы его Сделали Уродом Вы К людям К этим Скажем И все И вопроса Даже никакого Нет А убивает Убивает Ответит Страна Исчезающая Вот вопросы Которые Поднимали Их Надо на слово Еретик Настроить Что такое Ересь Ересь Откройте Словарий Скажи Посмотрите Почему вы Придумали Слово Конфессия Динаминация Таких слов Библии нет Это Сатана Завуалировал Слово Ересь Еретик Когда начинаешь Неоднократно Говорит Первый раз Я задумался Я говорю Слово Еретик У вас Нет А куда Оно Делось Нигде Не говорят О конфессии Все конфессии Бог любит Все Ереси Любит Дела Плоти Известны Ни один Еретик Дом Корнилия И церковь Это Имеет Особое Правило Титу Один Пять Оставил Для того Чтобы ты Довершил Недоконченное Рукоположил Пресетеров Недоконченное А кого Титу Почему Пришел бы Тит А там уже Нарукополагали Баптисты Какие Да не Знать Не знаем Как Ну так Вы знаете Здесь существует Начальство За которое Мы призваны Молиться И вот Человек Если Звание Какое-то Получает Ну я Служу У меня Замещаний Нету Почему У меня Звания То нету Я могу Пойти Погоны Купить Но никто Их не утвердит Генеральские Погоны Могу Купить Вот у меня Нашелся Подполковник Китель Новый У брата Окна были Забиты Я снял Совершенно Новый Китель Ну я Надел на себя И засмеялся Я подполковник Какой Да нет Я сержант Всего лишь Только И так У Бога Определенное Правило Утверждение Бывает Захватил Ну в Израиле Это было Сместили Одного Убили Другого А они В родословную Не входят Это пираты Родословная Христа Идет там Где было Законно В колене Иудинам Так и здесь И когда Начинаешь Беседовать Не надо За ними Бежать Скажите Вот у вас Стих Определенный А вы знаете Что этот стих Как понимается Правильное Понимание Такое Когда этому Толкованию Не противоречит Ни одно место Святой Библии А если хоть Одно противоречит Начинаешь Заново решать А у нас Все уже Разрешено Вы Ворюете Против икон А что Слово Икон означает Он не знает Даже Откройте Скажи Словать Посмотрите Там Жо Ожигово Где угодно Сейчас Можем Википедию И написано Экон Изображение Ну и веди их Из Икиля 41-17 Я просто говорю В какой храм Христос пришел Им надо подсказывать Они не знают Это второй храм Не Соломонов Заровавелев А гей пишет Про это И весь дом Был в иконах А вы Воюете Против них А как Мой дом Мой Мой Так это В Ветхом Завете Ничуть не бывало Третья глава Деяния апостолов Говорит Шли Петр и Иоанн В храм Сейчас Молитва Девятой А уже Это после Дня Пятидесятницы Если это Идольское капище Зачем бы они Туда шли У нас У православных По образу Небесного Устроено А у вас По образу Могильного Склепа Сделаны Говорит Как голую оглоблю А Жезл Ауронов Рассвел Ну видите Они тоже Это особо Знаете Как Принимают Не принимают И есть Вопрос Такий Что В некоторых Вещах Они правы Вот допустим Возьмем Сегодня Жития Святых Да Вот И Мы Сегодня Имеем Множество Икон Ну в том числе Я писал Тоже Различные Иконы Вот Причем Свидетельств Никаких Нет Ну просто Из головы Рисуем Да Непонятно Мы знаем Вот Христа Да Там Как он Выглядел Как там Предавалось Из поколений В поколение Но они Имеют такие Претензии Вы рисуете Вы что рисуете Ты что Его увидел Что ли Ты его рисуешь Вот Понимаете И с этой стороны Тоже Не знаешь Чего Ответить Иконы Ну про иконы Мы не знаем Как Не знаем Но Описывается Их образ И особенно Обращает внимание Какая была Борода У Ануфрия Она была До земли У другого Там пишут У Марка Прасческого До Лядвии То есть Вот где Лодыжки Чуть пониже Ну а у вас То какое Нету Совершенно Человек Это хрисот Ну описывается Он очень скудный Одежда Там Цвет одежды Головной убор Какой был Допустим Борода Длина бороды Вот Но не более Посох Там Если что Там был У кого Какой крест Если у кого Какой был Вот Ну мы то Я то Гляньте У меня красотища Тут какая Висит Понарисовал Вот Понимаете Тут вот Что Склонять голову Перед ними Или что Ничего не надо А мы вот Считаем И Давида Он увидел А он был Красив Лицом Станом Белокурый С голубыми глазами Зачем это Описывается Ну вот Под этот Теперь смотри Смотри Какой еврейский Народ Ну вот Играет Допустим Артист В фильме Иисус По Евангелия От Луки Их там Было Где-то 120 Что ли Взято Артистов И одного Только избрали И сегодня Это вошло Как вот Так Как будто Он таким И выглядел Почему Режиссер Другие И смотрят Какие евреи Сегодня Какой нос Какие глаза И составляет Фоторобот А из него Они уже показали Как Это написано Воображение У человека Работа Ну ты скажи Воображение Имеешь Как ты имеешь Это Давид Это не Бог Давида Можно воображать Потому что Описание дано Он был Он был Белокурый Это не Черноволосый И дальше Красивый Станом Ну красивый Станом Без головы Можно нарисовать Конечно Спортивный Такой Льва Растерзывал Догонял Медведя Убивал Ну а лицо Вот какое У него написано И человек Рисует И церковь Одобряет И это уже Канонический Образ Тут Тут Объяснено Как А иначе Скажи Вот ставите Фильм Режиссеры Набирает Артистов Как вы узнали Конкретно Ставят Наполеон О Наполеоне Кто его Сегодня Ну говорят Фотографии Где-то Может быть Более ранний Цезаря Война Как Смотрят Какие ремляне Были Какой Знатного Рода Там Княгиня Участвовала У людей Талант На это Есть Я говорю Там где Серьезно Относятся А не так Что взял И рисуй Круглое Вот по поводу Кстати Длины волос Еще хочу Сказать Это Тоже Опять же Это Вымыслы Иконописцев Вот Первые Иконы Допустим Вы Израиль В Иерусалиме Мне друг Прислал Видео Он Тайно Там Снял В музее Вот Борельефы Еще Первого века Образа Христа Ну и иконы Есть И первого И второго века Христос У Христа Христос Изображался Не с такими Не с длинными Волосами А с волосами По плечи Вот То есть В те времена Да и На Руси Да и на Руси Это вот На Руси Допустим Посмотрите На старые Картины Изображение Мужчины Как носили Такие волосы Вот горшок Называлось Да До плеч Ну да вы Сами так ходите Вот До Осени У вас Отрастают Почти До плеч Волосы Вот такие Волосы У Христа И были Я думаю У него Не были Длинные Волосы Насколько Я тоже Так Говорю Он Не был Назареем Назареем Не должны Были Стричь Волосы Сколько Насколько Обет Назарей На 3 На 5 Лет И за 5 Лет Конечно Длинные Житие Святого Илариона Великого Говорится Сами Каждый Год Отрезали Себе Волосы Мы Смотрим Икону Иоанна Златоуста Он Как Подбокс Раньше Так Называлось Подбокс Совсем Недавно Это Ну Может Лет 200 Есть Или Нет Мы Смотрим На Старые Иконы Везде Волосы Короткие Ну Да Длинноволосость Видимо Иконы Стали Иконописцы Изображать Господа С таким Длинным Волосом А Священство Стало Или Монашество Подражать Уже Видимо Именно Через Эти Иконы И Пошли Вот Эти Волосы Длинные Ну Никуда Не денешь То Место Если Мужчина Мужчина Растит Волосы Это Бесчастье Бесчастье И Все Это Ну А Если Есть Жития Допустим Пустынников Многих Они Жили Вообще Они На тело На свое Вообще Не Обращали Накого Внимания Они Голые Ходили Там У них Бороды До земли И Так же Волосы До земли То Они Игнорировали Полностью Свой Внижний Образ Они Не считали Писание Если Даже Ушли Туда Они Должны Были Из Камня Сделать Нож И Волосы Обрезать Это Остается В силе Вот Сейчас Может Видели Я Как раз Ролик Поставил Патриарх Федор Александрийский Рукоположил Деканису Еще Трое На очереди Рукоположил Она Стоит Там У нее Декольте Такое Там И Прочее Рядом Монахини Стоят Ну И Мне Сразу Скинули Журнал Отца Кураева Андрея Я Открыл Я Говорю Владикийский Собор 44 Правило Жены В алтарь Да не Входят А Они В алтаре Вот Это Возьмите Жены В алтарь Да не Входят Вы Можете Выбросить Правило Нет Деканиста Может Быть Примерно 8 Деканист Канонизировали В наших Календарях Павел Передает Деканист Фиви Привет Передает Примите Ее Они С чем Занимались Да вот Она В литургии Ей делать Нечего Князь Владимир Не принес Ни одной Деканист В русском языке В России Не было Ни одной Нету Их Никто Не знал А они Помогали При крещении Подготавливали Воду И мазать Какие-то места Где мужчине Не совсем Удобно Было Вот что Посещать На Дому Больных Прищищать Тогда тело Давали Отдельно Где-то А зачем Ей давать Когда есть Диакон А вот Мусульмане Осудят Но осудят Не двое Пойдите А возьмите Три женщины Но Пускай Присутствие Их Он ее Прищастит То есть Все надуманные Причины Так нужна Она Не нужна Совершенно Не нужна Диакон Все делает Сам А теперь Ставят И не знают Что дальше Делать В каком возрасте Не раньше Сорока лет Ну правильно Ну а дальше Это в алтарь Зачем Когда канун Гласит А она Помогает Катетизаторский Где В трапезной Может церкви Не жены В ваших церквях Да молчат Вы возьмите Это все Соедините Это Не будет Противоречия Тогда она Нужна Если у нее Дар есть Мне пишет Один У нас тут Занятия идут И женщина Хорошая Прям проповеди Говорит Ну там Где-то В трапезной За пределами Храма А мужчина Говорит Стулья расставляет И потом Сидит Около окна Ну дескать Разве это можно Я говорю А что она Не так делает Какое место Писание нарушила У нее есть талант Почему ей Не провести занятия Тут дети сидят Почему Ну ты Я говорю Ты задал вопрос Ты теперь отвечай Ты не просто Задал вопрос А Говорит Что неправильно делает И мужик-то Хороший какой Нет таланта Он стулья расставил Я ничего в этом Не вижу Это не в храме А учить Жене Не позволяя Не властвовать Над мужем Она не властвует Она его не учит Она ведет занятия С молодежью А он решил Остаться еще Теперь из-за него Она не должна говорить Надо реально Смотреть на все Вы имеете ввиду То что это И явилось Причиной того Что ее рукоположили Что она такая Вот способная Да Да Это он говорит Патриарх Федор Второй Вот если увидите Ну прям рядом То есть Это значит Что умнее Ее не нашлось Из мужчин Никого Получается так Там как раз Об этом Идут комментарии Нет вообще Об этом речи Каноны Есть В канонах Про деконизм Говорится Какие должны быть Вот если вы посмотрите От начала Совсем немного И там видно Патриарх стоит Ну на ролике Ну не больше Тридцати Я его видел Я его видел Я все Не доберусь До него У вас Много Я об этом Обо всем Говорю И привожу Всех святых Деконизм Какие были Но нужны Нет Я говорю Нужны ли они Нам в церкви Заголовок Так называется Деконизм Они не нужны Ну а если есть Бунтовать не буду Если она будет Входить в рамки В алтарь не заходить А я объясняю Мы были В Апрунзе Там хороший Священник был Протеерей Владимир Цветков И там заходила Женщина одна В черном одеянии Монахиня Пульхерия А я ему говорю Отец Владимир Так зачем же женщина Ну владыка Варфоломей благословил Да как он же Он имеет право Благословлять Вопреки канонов И он это принял Он хороший На завтра Она туда Она в честь Ее там Все эти прихожанки Она там доступ имеет Ну видно Что почтение Она смиренная такая И когда она зашла Что-то там подправлять И он сразу Во время службы Говорит Вот что сестра Больше в алтарь не заходи А почему Ну канон есть такой Я не знал Ладийский собор Там 343 год Кажется И говорится 44 правило Ну меня же архиерей благословил Неправильно он вас благословил Я перед ним рассчитаюсь Как она взыграла сразу Она уже привыкла Маленькую девочку В алтарь не заносит Крестит Когда крестит Ее подносят к иконе Божией Матери И ей крестообразно А мальчика вносят В алтарь Вокруг престола Обносят Правило такое И у нас так соблюдается Так ты Грешнее или не грешнее Этой маленькой девочке Восьми дней от роду Ты какая была Пришла-то в монахине Ты перестала быть женщиной Там написано Жены Женщины Да не входят На тебя хоть сто одежек Черных надевай Но ты женщина Осталась женщиной Надо рассказать И он сразу навел порядок Когда стали говорить Все зависит от священника Я говорю Вы знаете Люди лечат друг друга Ну я знаю Почему они идут к врачам В поликлинику Они нашептывают У ней стакан Она вот так вот нос сунет И на шерстяной нитке Считает сколько раз Богородицу защищает А потом Навязывает это Эти люди Которые привыкли Ко лжи Которые говорят Что земля плоская Там другое Это все это Это дух лжи Вошел в уста А можно ли отстать Невозможно Если Бог не даст силу Я читал Про одного Схимонах Какой-то старый Исповедовал такого Он говорит Ну я Люди болеют У меня талант Это Бог дал А Бог ли тебе дал Ты что говоришь Ну я говорю Что свечи зажигаю И он начал его исповедовать Исповедовал его до ночи И только тогда он Сказал Договорите Я слышу Я произношу Говорит Такие слова Где все Кверх ногами делается И тогда только он заплакал Они очень трудно Идут на покаяние Я одну такую бабушку знал Она раскаялась И вот к ней пришел Человек Ну и сказали Она лещит Он пришел Ребенок там Младенщиком бьет там И она как закричала Упала и молиться стала Господи спаси меня Я говорит Не вижу человека Я вижу Сатана зашел Сатана Прям вижу с рогами С хвостом Какой рисует Ей открыто было Чем она сама занималась И он ее до смертного часа Не оставлял Хотя она раскаялась Это очень тяжелый грех На 18 лет отучается Приравняется К вольному убийству А ересь вообще Никак Вот недавно Меня одна спрашивала Великий пост Ну в следующей неделе У меня ролик будет стоять А во время Великого поста Пасха Пасха еврейская Можем ли мы ходить Зачем же к ним ходить-то Если с евреями Празднуешь Любой праздник Там написано Берешь от них дары Там или в рот что-то Ты уже отлученный Читай правила канонов Вселенские соборы Апостольское правило Запрещают И больше мне не задали вопрос Зайти просто Знакомый есть там И рассказать о Христе Это один вопрос А не так Что в Великий пост И могу ли я Ты что делаешь-то Какую заплату Какой пришиваешь одежде Какое вино вливаешь Старые мехи Нам там делать нечего У нас много людей Которые не знают Бога Надо к ним стремиться идти Вот так Ясно Я так рад Когда вы заходите Я жду-жду Думаю Не буду надоедать Вижу ваши беседы Все Вот там с девушкой Беседуете Вот с этим Мужчиной молодым Сидите Беседуете С бородой У вас там Недонушие с ним Вижу полное Вот Я все их От корки до корки Смотрю От корки до корки Думаю Спросит меня Сергей А я и не глядел Нет Мне самому интересно Правда не за один прием Пойду снег покидаю Или что-то Вернусь И опять сажусь Ну стараемся Для Господа Для Господа Так оно и видно На твоем-то месте Чтобы спал День и ночь И все Я вас все время В пример ставлю Ну что-то Не поза глаза говорю Что Видите как Я-то прикидываю к себе А мог ли я бы это Ничего нет Я не умею того делать Что я умею Парализованный Я бы не делал А у вас именно Делаете Вы мне Этих-то Роботов-то Отбили Как я вам благодарен Нету Один-два Зашли Больше нету На форуме-то Они меня одолевали Спаси Христос Брат Низкий поклон вам Да они там Ничего сложного Однако не могли Сделать Сложно Несложно Вы знаете Когда Колумб Открыл Америку Как На него сказали А что особенно Плыл да и плыл Он взял яйцо Вот так Помнишь Ну кто поставит Его яйцо Ну ничего Оно падает И падает Никто не может И нарисовано Склонились Там эти все Мореходы Он вот так Взял его Яйцо Стукнуло А там же пустота Маленькие И оно стало А кто-то говорит Да так может Любой Я и говорю Любой Но я первый Это сделал Яйцот И первый доплыл до Америки А вы плыли Сколько Тринадцать дней Вы не доплыли Три дня только А она же Земля-то Круглая Сегодня Запустили Эту утку Что Земля Плоская Ни на один вопрос Не могут ответить Ни одного Космонавта Не было Спутники Не летают А мы тут Столкнулись С одним Я говорю А вот сейчас Кругосветное путешествие На воздушном шаре А там нету Мотора Ничего Куда ветер дует А ему Из космоса Передают Где он С собой был В кабинет Смотрели люди Там зарубежные Все И говорит Поднимись Еще на километр Там струя идет Воздуху Толщина ее Там метров пятьсот И воздух идет Со скоростью Триста километров Сейчас Его пузырь этот Подхватил И Тринадцать Часов Вокруг земного шара До этого Была Попытка За попыткой Шестерых Пятеро погибли И только Один дошел Потому что Никто не знал Как А надо знать Что Выше восьми Километров В разных направлениях Идут слои воздуха И вокруг Земного шара Идут Вы как сказали Только сатана Это может Игнатич Вы представляете До чего Они дошли Что Под этим Куполом Висят Вот такие Металлические Светильники Что и там Лампочки Вкручивают Выкручивают Это что Получается Наш Бог Он Дядька Ходит Какой-то Там И Вкручивают Лампочки В этом Самом Куполе Скажи Почему В мозге Ни одной Лампочки Враг Не допустил Зажечь Да Главное 250 Астронавтов Было Во всех Странах Мира Никого Не было Спутники Не летают Я говорю Да сам Видел Они Вокруг На одном Месте Как же Они Будут Летать На одном Месте Когда Центробежная Сила Я говорю Проверить Что Круглое Самый Простой Метод Есть Реальный Поехать На Байкал Когда он Застывший Чтобы Идеально Ровная Поверхность И С собой Сделать Как бы Рамку 2х2 метра Красную И Обить Ну Высота Сантиметров 55 Ровная Ее Видно До горизонта 4 километра 800 метров Дальше Не видно На стул Встать Ее Видно 4 километра Если Рост человека 1,75 На любую Сторон Вот Все А теперь Я поднимаюсь Выше Дальше Видать Из Космоса Видно На 1100 Километров Там Насколько Все Показано Если Девятый Этаж Насколько Видать Вот В море Показано Уходят И одни Мачты Торщат То есть Он за горизонт За купол За земли Скрывается Я говорю Куда А это Не видно Я говорю Мачты Видно А корабль Не видно Его и не видно Потому что Земля Круглая За купол Зашел У них Ничего Нету Кроме Помешательства И при том Эти люди Очень легко Сходятся С лжецами Там Стерников Или Крашенейников Там где Они легко С ними Сразу Сходятся Дьявол Вошел В уста И обольстил Ахава Дух Лжи Это мы считаем В четвертой Книге Старства 22 Это Мы знаем Откуда Это Дух Лжи И главное Как Я говорю Ньютон Там Никаких Законов Нету Это Обман Я говорю А как же Куда Океан Одевается А там Говорит Изо льда Стоят Преграды Что угодно Говорит Ну хоть Предел Какой-то Первый апрель Никому не верят Запустили Шутку Шутку А они Еще не понимают А сатана Еще не то Будет Народ Глупеет А сатана Новые идеи Он же На этом Не остановится Он все Круче и круче Народ Тупеет А он Глумится Над ними Ладно Это Пойду я Как Сказал бы Сатане Как тебе Не стыдно Людей морочить Он же Не понимает Этого Ян Златову Сравнивает Людей Говорит У зверей У каждого Своё Качество Злой Ядовитый Человек Все выбрал Сравнивает С бесами Сейчас Хуже Бес Бес Говорит Не блудит И не Сребролюбив Вот и Все Ну с Богом Все С Богом Брать С Богом Так Я что записываю Это мое Да Не претендую Аллилуйя Я может Сегодня Поставлю Это